И всем привет! И с вами снова я, Влад А4, Кобяков, Серега и Глент. Сегодня очень необычное видео. Мы с ребятами попробуем покорить сердца девушек, а также рассказать вам парочку секретов на эту тему. Если и вы хотите быть успешным в этом деле, то обязательно досматривайте это видео до конца. Сегодня мы будем знакомиться с девушкой, ставить им подарки, делать комплименты. Ребят, вы знаете какие-нибудь приложения для знакомств? Ну да, парочку знаем. Давайте я вам объясню, как они работают. В приложениях для знакомств вам случайно предлагают познакомиться с человеком. Вот он вот такой, ему там сколько-то лет, у него там свои интересы. И вот если он вам не нравится, вы делаете вот так. Свайпайте влево. Потом вам предлагают еще одного человека. О, а вот этот поинтересней. Свайпаем его вправо. И вот сегодня мы будем в роли тех, кто вот по эту сторону. Весь ролик мы с ребятами будем здесь. Но знаете в чем прикол? Что наше приложение сегодня заглючило. И у девчонок, которые зашли в наше приложение, будет только 4 варианта. Ну а так как в этом ролике замешан еще и А4 продакшн, будет весело. Ну что, погнали? Обязательно досматривай это видео до конца и ты узнаешь, кого из нас больше всего лайкали девчонки, а кого дизлайкали. Приятного просмотра. Первый, самый важный этап, это сделать аватарку своего профиля. Сейчас мы будем застывать в какой-либо позе, а девушки будут оценивать наши аватарки. Пацаны, готовы? Да. Примери позу, давай. Что у тебя есть? Нет, ну сделай так, типа ты папастный. Вот. Ну это можно. Это можно, я бы вот слайднул. Ну что, пацаны, пора уже начинать. Давайте звать девчонок в наше приложение. Блин, пацаны, так неловко. Давай. Все, ближай. Все, так, рекомендации пошли и выдают первого Кобякова. Кобякова слайднули. А я просто буду стоять. Девушки любят умных. Надо сделать умный вид. Я помогу. Здорово, Серега. Пацаны, я знаю, что нужно девушкам. Смотрите, сделаю вид, что я кого-то фоткаю. А, типа фотограф. Пацаны. Добро пожаловать. Пока, лузер. Вы тоже тут будете. Глент, ну возможно ты кому-нибудь другого нравишься. Я знаю причину, я не улыбался. Есть еще попытки, ребята, поэтому... Вот, вот, второй человек заходит в наше приложение. Кобяков, пошел, пошел, пошел. Так, все, все. Сын депутата. Милый, доброжелательный, хорошенький. Лайк. Так, все, надо улыбаться. Я буду приветливый боксер теперь. Ну, нет. Приветливый боксер. Приветливый боксер не получился, к сожалению. Но я не теряю надежды. Так, Сережа, твоя тактика. Без очков. Без очков. Но на супермена похож, вот честно, я бы. Ооо. Стильный, хорошенький. Лицо будто слишком самоуверенное, но ничего, лайк. Уху. Так, ребята, может девушкам нравятся плохие парни? Боксера не нравится. Парень, конечно, интересный, но это поза, понты кидает, мне такие не нравятся. Нет. Владос, ничего страшного здесь. Я попробовал, я попробовал. Эээ, давай пять, Кобяков. Не в этой игре. Я пробовал улыбаться, пробовал быть серьезным, ничего не получается. Может, давай ты бицуху покажешь? Да нет, не покажу. Может, ты бицуху покажешь? Баночку. Нет, давай ты баночку. Нет, Серега. Самая большая у Влада. Нет. Пацаны, есть одна идея. Вот мы с тобой вдвоем в мерче, вот в этом мерче проиграть невозможно. Я вот так вот показываю, что я в мерче, сереньком, геликом, и все делается красиво. Ладно, у меня пока тактики какой-то конкретной нет. Ну что, ты все равно первый. Вот он идет, заходит человек. Все, пошел, пошел, пошел. Кобяков, ты аватарка, застынь. Ты на сцене выступаешь, с микрофоном. За этими очками не видно твое голос. Первый раз, Кобяков, ничего страшного, не переживай. Теперь я, пацаны, все, я показываю мерчи, делаю все красиво, вот так вот делаю, и все. Давай, давай. И улыбаюсь потом. Да, давай. Да, мне нравится твоя майка. Больше такие тактики не используешь. Да, хорошо. Читерство, чистерство. Сережа? У меня мерча нету, но есть обаяние, поэтому я романтик. Да, это очень мило. Блин, меня в очках не выбрали, его выбрали в очках. Пацаны, есть идеи, есть идеи, есть идеи. Нет идей. Бриджи, бицуху, бицуху. Стас, ей понравятся парни в бриджах. Да, бриджи это стильно, это хорошо. Честно, я бы свайп. Да, у тебя классные ноги. Ребята, бриджи это не отстой. Да, Кобяков, это было изи. Блин, идеи заканчиваются очень быстро, что делать еще будем? Быть естественным и улыбаться, это пока что главное правило, мое. Ну, меня три раза свайпнули, поэтому я... У тебя все нормально. Все, еще, ой, Кобяков, давай встречай. Кобяков, давай, давай, не бойся. Она подумает, что у нас приложение глючит. Давай уже так. В прошлый раз меня не выбрали с очками. Мою тактику взял. Ну, ты милый, но мне кажется, немного стесняешься. Наверное, нет. Нее. Не уверен в себе просто. Все, надо быть уверенным, понимаете? Так вот встал, серьезно. Ну, это уже перебор с уверенностью, мне кажется. Хотя он симпатичный, но извини меня. Уверенности чуть-чуть убавить. Чуть-чуть, чуть-чуть убавить. Типичная фотография интеллигента, где он? Ну, поза интересная. Мне кажется, человек, он креативный, поэтому пусть да. Пацаны, поднакидывайте. Нет, вы неудачники. Серега, накинь что-нибудь. Тебе нужно чуть сбоку, знаешь, красивую фотку, что ты умеешь красиво фоткать. И смотри влево. Так, есть идея. Ты профессиональный бодибилдер. Меня не очень привлекают мышцы, но кажется, он харизматичный. Пускай будет да. Добро пожаловать в клуб. Мы справились, пацаны. Серега, ты реально молодец. Четыре раза это вообще не знаю. Ладно, пацаны, мы уже познакомились, теперь предлагаю проверить, какие комплименты нравятся девушке. Девчонок нужно теперь заинтересовать. Любят ушами. Смотрите, у меня есть вот такой вот чан с комплиментами. Рандомайзер какой-то. Ой-ой-ой, я так понимаю, здесь написаны комплименты, которые мы должны озвучить. Да. Я себе вот выбрал один. Так не хочется. Ребята, с такими комплиментами можно просто сгореть со стыда. Кстати, для моего комплимента мне понадобится реквизит. Ну что, Кобяков, ты проиграл на всю игру. Давай. Поэтому ты вот сейчас первый. Ребят, вы этого не видели, но мы играли на суефа. Я не хочу, пацаны. Давай, давай, давай. Давай, давай. Слышь, малая? Слышь, малая, давай познакомимся, а то как лошара без меня ходишь. Нет, не познакомимся. Ну я, я не удивлюсь. Нет, ну может кому-то нравятся дерзкие. Все, я готов. У меня, ребята, комплимент дня. Я считаю, это лучшее, что можно было достать. Так, все, я приготовлюсь. Дикция. Знаешь, что общего между тобой и каналом А4? Я хочу на тебя подписаться. Ну, в принципе, лишний подписчик никогда не будет плохо. Серега, надо подучить длинный текст. Много букв. Привет, ты слышала о новом вирусе под названием Самая красивая девушка? Мне кажется, ты им заряжена. Ай, ну в принципе, не банально. Можно. Да Серега, как? Объясни мне, что? Что? Владос, ну хуже, чем у меня, уже точно не будет. Это мой номер. Позвони мне, детка. Самоуверенность слишком, по-моему. Так, я понял. Еще, ребята, нужна подача. Нужна дикция и хорошая подача. Слушай, ну ты слышал, какая дикция у меня была? Какая подача? Ты слишком такой, типа, да. Ребята, знаете, чем это видео полезно? Мы сейчас проверяем все гипотезы на себе. И вы можете взять себе самые лучшие. Ну что, продолжаем тянуть варианты. В это время мы очень переживаем, поэтому за это нужно ставить лайк. Это очень страшно. Так, я беру вот эту длинную. Много текста, 4 строчки. О, все, девчонка уже пришла, ребята. Давай, Кобяков, быстрее, быстрее лагайся. Ну я. Кобяков, она уже давным-давно ждет. Давай, давай. Я просто хотел доказать друзьям, что ангелы существуют, и кажется, у меня это получилось. Ой, это получается я ангел, это очень мило. Да, 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 да. Ребята, у меня сейчас будет вот кринж, реально, я не хочу, пожалуйста. Давай, Глент. Можно я тебя сфотографирую? Я хочу показать Деду Морозу, какой я подарок хочу на Новый год. Ой, это тоже очень мило, какие хорошенькие, да, да, да. Все, Серега, иди. На это надо решиться. Оу, ты выглядишь, как моя первая жена. Но я еще не женат. Ммм, самоуверенный, мне понравилось. Да, да. Да ладно, Серега, что происходит? Знаешь, когда я буду вспоминать эту минуту? Когда мои дети спросят, папа, папа, а как ты познакомился с мамой? Господи, какие они милашки, кстати. Как я встретил вашу маму, мой любимый сериал, да, 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 да. Пацаны, все прокатило, все прокатило. В этом раунде мы вообще красавчики. Пойдемте дальше. Ну вот сердце, сердце бьется, ребята, вообще. Там еще бумажки остались. Все, пойдем. Посмотрите, как их много. Доктор Южный. Ребята, поставьте лайк. Это не легко. Тянем, пацаны, тянем. Мне нужен реквизит. Мне нужен доктор. Мне нужен телефон. Мне, как всегда, ничего не нужно. Давай, пошел. Просто мои слова. Мы же подошли. Ты просто идеально, но тебе нужно сменить только одно. Фамилию на мою. Оооо. Да. Она согласна. Просто без слов. Так, все, она пока не видит, я соберусь. Девушка, можно вас взять за руку? Рядом с таким ангелом я не могу стоять без поддержки. Да, мне нравится, очень мило. Изи, изи, все. Сейчас я вам Кольчу покажу, я буду показывать это. Сейчас я тебе покажу самого красивого человека в мире. Да. Блин, ну Серега, он вообще просто беспроигрышный. Кольц Леопольд. Знаешь, почему я в очках? Я боюсь вас слеп от твоей красоты. Пацаны, мы опять красавчики, опять вчетвером здесь. Любят ушами, все, мы запомнили уже точно. Мне кажется, тут остались самые стрёмные. Так, ладно, ты готов? Я готов. Давай. Девушка, вы можете мне помочь? С моим мобильным что-то случилось, в нем нет вашего номера. Это что-то интересненькое. Лайк. Пацаны, пожелайте мне, пожалуйста, удачи, я очень переживаю. Давай, давай, давай. Ты актер, ты актер. Ты сможешь, я смогу. Это все реально, давай. Я только что поймал для тебя чувства. О, это мило. Как пел Рома Жолус, лайк. Еее, я просто профессионал. Все, главное играть. Актер без Оскара. Сережа, давай. Э, тут все будет легко и просто. Привет, ты любишь воду? Ну да. Значит, ты уже любишь меня на 70%. Я такое слышала, извини. О, блин. Серега, ты первый раз там. Как здесь пусто. Угощайся. Спасибо. Я только что угостил вкусняшками. Вкусняшку. Чипсы вкусные. Ну что, с комплиментами разобрались. Теперь нужно переходить на новый уровень отношений. Ребята, нужно дарить классные подарки, чтобы удивить девушку. И как будем определять, какие подарки мы будем дарить? Снова рандомом. Так, тянем, 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 не боимся. А в чем подарок? Хочешь, поменяемся? Нет, могу с тобой махнуться, ты точно. Давай с тобой махнем. Сразу проиграешь. О, давай. Ты не сделаешь. Ну да. Пацаны, мне нужна помощь в этом раунде. Что делать? Помогите мне принести реквизит. Сейчас я приготовлю для тебя самый вкусный коктейль в твоей жизни. Все под контролем, все нормально. Ну что, мой коктейль готов. Я попробую сразить этим вкусом девушку. Коктейль называется Вечная любовь. Это вам. Спасибо. Ммм, вкусно? Лайк. Ну да. Сначала ушами любят, потом животом. Все правильно. Пока что все сходится. Кому сок не понравится? Я несу гирю и буду показывать, какой я сильный. Это будет мой подарок. Мой подарок, это моя сила. Я смогу носить продукты с магазинов, носить тебя на руках. Но в принципе неплохо. Все девочки любят сильных мужчин. Лайк. А у меня кое-что есть здесь. Ну что, я пошел. Я буду сейчас рисовать твой портрет. И ты сможешь оценить меня. Попрошу замереть. Брови самые главные у девушек. Сделаны густыми. Маленькие глаза. Ты ее оскорбляешь, походу же. Просто пока что еще нет волос, поэтому пока забавно смотрится. Секущиеся не нарисуй, они этого не любят. А это что такое? Ааа, вот так он пошел. Понимаю, что идеально нарисовать не получится, но как я вижу, я покажу. Я готов. Что-то ожидаю здесь увидеть, как думаешь? Мне даже страшно почему-то. Ты или цветочек? Нет, цветочек. Не гусеница, нет? Нет, это такие. Ну ты старался, молодец, но извини. Блин. У меня есть классная особенность. И девушке, которая в отношениях со мной очень повезет. Тебе нужно развернуться спиной. Подойти поближе. Эта особенность называется массаж. Опа. Ну, прическу ты мне, конечно, испортил, но за старание... Нечестно! Серега! Нечестно, я ничего не портил. Все, идем в следующий раунд! Тянем следующие сюрпризы для девушек. Надо исправляться, я что-то подубавил, да. Сегодня очень довольно-таки творческий раунд у ребят. Так, ну что ж, Кобяков начинает первый. Кобякову нужен реквизит. Ну что, пацаны, мое задание сегодня петь песню. Давай, привет. Я сегодня спою тебе самую красивую песню. Все для тебя, рассветы и туманы. Для тебя, моря и океаны. Да, лайк, да. Ура. Что? Так, хорошо. Теперь моя очередь. Мое задание, это прочитать стих. Я профессионал в этом деле. Был когда-то. Тебе дать микрофон? Не надо, спасибо. Пушкин Александр. Я помню чудное мгновение. Передо мной явилась ты, как мимолетное видение, как гений чистой красоты. Ну, неплохо читал, но это скучно в прошлый век. Все понятно. Ну что, настал мой черед. У меня гитара. Как звучит твое задание? Мне нужно сыграть песню, собственное исполнение и напеть что-нибудь. Я первый раз держу гитару, поэтому извини. Ты такой милый, поэтому тебе лайк просто за это. Так старался, так старался. Так, ребята, я сейчас продемонстрирую один навык. Три апельсина, что с ними можно сделать? Нарезать. Еще варианты? Раздать. Нет, смотрите. Ну все, пожалуйста, уже быстрее, я уже как бы сложен. Дашь мне апельсинку, я скажу да. Три. Ой, спасибо, три раза тебе да. У меня достаточно интересный раунд будет. Я не совсем понимаю, как мне это сделать. А4 продакшн все подготовит, я уверен. А у меня нужен весь креатив. Смотрите, тут задание звучит очень нереально, но мне есть идея. В этом раунде я буду делать собственный принт на вот этой вот майке. Привет. Ну что, получается вот так вот. Это солнце не сравнится с твоей красотой, но я дарю тебе такой подарок. Это креативно. Лайк. Я краем глаза увидел, что сделал Кобяков, просто решил девчонку в армию отправить и все, какой-то камуфляж нарисовал. То ли дело мой подарок, креативный. В любой день просто я буду дарить позитив. У меня есть маракаса. Этот танец посвящается себе. Классно. Лайк. И настало мое время подарить подарок. И у меня есть пластилин, но погоди. Я сейчас кое-что сделаю. Пацаны, и что это? Это колбаса желтая. Нет, нет, нет. Обожаю пластилин. Вау, Сергей, что это у тебя получилось? Это пока еще не готовый материал, мне надо поработать. О таком мечтает каждая девушка. Осталось сделать один маленький, но очень приятный сюрприз. Посмотрите, у меня получился браслет из золота с жемчужиной. Я готов представить свой подарок. Браслет с жемчужиной. О таком мечтает каждая девушка. Может, примерить. Что ж, я люблю украшения. Лайк. Я знаю еще около тысячи мелодий. Тебе нужно смахнуть вправо, чтобы услышать их. Я люблю музыку, поэтому да. Еее, пацаны. Девушки любят не только глазами, не только ушами, а также еще и носом. Поэтому сейчас мы достаем из нашего рандома бумажки с названием запаха и даем девушке нюхать. И она будет оцениваться. То есть тут все решает рандом, пацаны. Есть шансы вырваться вперед. За что боремся, если это рандом? Respect. Это могут быть вкусные, могут быть невкусные запахи. Ну что, ребята, мы видим свои бумажки, это очень интересно. Давайте начнем. Ну что, в этом раунде у меня... Ммм, что-то вкусненькое. Ну мне нравится. Надеюсь, ты так же вкусно пахнешь. Теперь я со своим запахом. Мне кажется, это просто... Балдеж. Это что-то явно вкусненькое. Ну что такое, вредненькое, но вкусненькое. Не знаю, я не особо вредно еду, поэтому, извини, нет. Ты мне больше достанется. С этим запахом я точно выиграю. Я вот 100% уверен. Ну это что-то ароматненькое, необычное, но пускай. Да. Я же говорил. Ребята, вот видите, что это? Не очень пахнет, так что извини, нет. Я согласен полностью. У нас в следующий раунд Владос тянет запах. Девчонка уже готова нюхать. Вау, пацаны, я готов спорить на любые деньги, что я пойду туда. Посмотрите, что у него. Не, ну это... Готовим реквизит и начинаем. Ну что, в этом раунде у меня вот такая вот штуковина. Я близко подходить не буду. Что-то странное. Нет, мне не нравится. Не торгуйся. А тебе как? Зато я своей штучке-то уверен, я даже могу сделать вот так. Фу. Вот пахнет прекрасно. Ой, что-то не очень, по-моему. Что-то слишком ядреное. Нет. Как? Как? Ну, пацаны, я даже не буду пытаться что-то сделать. Тут как бы все понятно. Предлагаю понюхать этот прекрасный запах. Что-то...нет. Согласен, это остой. Идет, идет, герой. Победитель. Ну, не факт, не факт. Устоять невозможно, я считаю. Все-таки, да, победитель. Лайк. Это лучший запах, пацаны. Ну что, пацаны, предлагаю следующие запахи нам вытянуть. Все, запахи вытянуты, идем готовить. Ну, это стопроцентный вариант. Я ничего не чувствую. Ну как, не чувствуешь? Понюхаешь? Прости. Да, определенно, да. Кобяков слишком банальный. Вот мой запах, вот это да. Воняет. Все, мой запах устоялся, я думаю, самое время дать понюхать. Нет. Это что-то не то. Это самый полезный запах. Средство от комаров. Это лучшее, что может дать парень девушке. Ну, знаете, с таким реквизитом все бабушки будут моими. Прошу вкусить этот запах. Нет. А что это? Я не знаю. Ну, так и знал, конечно. Это. Кажется, меня хотят убить. Нет. По итогам этого раунда читерским способом победил Кобяков, но сможем ли мы противостоять в следующем раунде, узнаем прямо сейчас. Ну что ж, последний раунд, пацаны. Победа, легчайшая победа в этом раунде, потому что у меня... Я уверен, у меня победа 100%. Блин, на самом деле мне даже самому не хочется пшикать этим. Кобяков. Ой, надеюсь, это на меня не попало, потому что что-то очень неприятное, мерзкое бы я даже сказала. Так что... Нет, туда, туда. Конечно же, я в этом раунде особенно рад участвовать. Ребята, ну невозможно, невозможно не выбрать. О, клубника, я сразу знала, конечно же, да. Ну что, я думаю, этот запах, он знаком всем. Тут 50 на 50, может очень понравится, а может очень не понравится. Рыбка. Я рыбку люблю и активно ем, так что да. Победа, Серега! Ну это какой-то мужской запах. Вкусненько, приятненько, поэтому добро пожаловать направо. Нет! Пена для бритья. Рыба сушеная. Ну что, основные этапы знакомства мы прошли. Поздравляю, пацаны, но теперь не менее ответственный момент. Знакомство с батей. Нет. А я готов. Без этого никак, ребята. Я вообще ничего не боюсь. Давай, тогда ты ей первый. Мужчина должен быть силен духом и телом. Посмотри, насколько ты силен. И что делать надо? Тянуть? Кобяков, давай! Кобяков, ты проиграл. Ну что, слабовато. Ого, экзамен батя не такой простой, как казалось. Иди, твоя очередь. Что это такое? Мужчина съеден. А теперь посмотрим, насколько ты привередлив. Мне надо попробовать это все? Да. Я не хочу. Пацаны. Ну ешь. Пацаны, как вы думаете, что это? Черри. Это копченое яйцо. Копченое яйцо, ребята. Ты, получается, не мужик. Я понял. Так, ладно, копченое яйцо, это самое безобидное. Здесь есть холодец, и вот холодец я ненавижу. Батя, может не надо? Надо, сынок. Ммм, как вкусно. Все, последнее. Это роллтон. Ммм, роллтон, я могу даже... Холодный роллтон. Ммм. Фу. Это отвратительно, пацаны. Нет, это не для меня. Ах, слабовато. Ого, что это? Теперь мы узнаем, насколько ты стойкий. Блин, а что надо сделать бы? Чистить лук? Так это же невозможно не плакать. Попробую. Настоящие мужчины не плачут. Очки сними. Так будет виднее. Я готов. Держимся, держимся. Я пока не плачу. Не плачу. Не плачу. Я мужик. Я мужик. Следующий. Я мужик. Нет, Сергей, ты тряпка. Плачешь, как девчонка. Ну давай, твоя очередь. Да. Сейчас мы проверим, насколько ты силен в строительстве. Твоя задача забить гвоздь в доску. А молоточек? Все перед тобой. Получается. Патя, смотри. Я построю баню. Так, нормально идет. Телефоном попробую. Телефоном хуже идет. Но есть еще чашка. Неплохо, неплохо. Пока, неудачники. Тебе просто повезло. Ух, ну батя реально был суровый. Но у меня получилось забить гвоздь ботинком. Представляете? Ну что, вот вы видите на экране, какое количество раз нас свайпнули влево, а какое вправо. Надеюсь, вам понравилось это видео. И с вами был я, меня зовут Влад А4, Глент, Кобяков и Серега. Ставьте лайки. Пока-пока.